Министр здравоохранения рассказывает, каждое лечебное учреждение республики сегодня нуждается в медицинском оборудовании. На его покупку требуются десятки миллионов долларов. В замене нуждается почти все, говорят в Минздраве. Техника не просто морально устарела, ее износ стопроцентный. В этом году на новое оборудование выделено 43 миллиона рублей. Но это не все. Чтобы начать поэтапную замену оборудования, в министерстве разработали и специальную программу. На что рассчитана данная программа? На переоснащение лечебно-профилактических учреждений лабораторным оборудованием, на переоснащение операционных, на переоснащение диагностическим оборудованием, таким как ультразвуковая диагностика и современная комплектация реанимационных отделений аппаратами слежения жизненно важных функций организма. Замена медоборудования проводится за счет разных источников финансирования. В этом году в Приднестровье появился компьютерный томограф. Он вывел меддиагностику на другой уровень. Врачи теперь могут назначать более полное лечение. Еще одно достижение – покупка аппаратов искусственной вентиляции легких. Их используют в больницах Террасполя, Бендер и Рыбнице. Отделение гемодиализа в Рыбнице и современные газоанализаторы крови для нескольких лабораторий. Кроме того, за 7 лет Минздрав направил на лечение за пределами республики 4,5 тысячи человек. Например, в 2011-м 788 пациентов, в 2012-м 835 человек, из них 140 детей. На эти цели из бюджета были выделены 52 миллиона рублей. На сегодняшний день Министерство здравоохранения с учетом максимальных возможностей, максимальных приоритетов, правильно и грамотно распределить имеющиеся финансовые средства для того, чтобы закрывать наиболее острые вопросы. В Минздраве подсчитали, в прошлом году для того, чтобы обеспечить реальную потребность в медикаментах для льготников, было необходимо 97 миллионов рублей. Профинансировать смогли лишь треть – 23 миллиона. В этом году для лечения социально значимых заболеваний необходимо 105 миллионов, а утверждено всего 20. Средств не хватает, но тарифы на некоторые медицинские услуги удивляют. Так, если человеку нужно сделать внутривенную инъекцию, заплатить придется чуть больше рубля. В эту стоимость входят шприц, вата, спирт и труд медика. При этом в аптеке только шприц стоит 1 рубль 10 копеек. По мере возможности государство финансирует и социальную сферу. В госслужбе по социальной защите рассказывают, только в этом году на содержание домов ветеранов и инвалидов выделили 16,5 миллионов рублей. В следующем году эта сумма будет почти на 1,5 миллиона больше. Проведены ряд мероприятий по протезированию льготных категорий граждан. Это приобретение протезов, инвалидных кресел-колясок, ходунков, слуховых аппаратов, специализированной обуви на сумму около 3 миллионов 800 тысяч рублей. Запланировано данное мероприятие в 2014 году средств республиканского бюджета более 4 миллионов 111 тысяч рублей. В полном объеме профинансированы в этом году дома для детей-сирот и школы-интернаты. На все нужды этих учреждений выделили более 38 миллионов рублей. В следующем году эта сумма увеличится на 3 миллиона. Все воспитанники этих учреждений этим летом смогли побывать в здоровительных лагерях. На санаторно-курортное лечение граждане направляются льготные категории граждан. Это инвалиды первой и второй группы, участники боевых действий, участники инвалиды Великой Отечественной войны, друженики тыла. Они обращаются по месту получения пенсии в Центр социального страхования в порядке очередности. И наличие путевок на данное оздоровление предоставляются им санаторно-курортное лечение. Многие жители республики о льготах, которые предоставляет государство, знают и пользуются ими. Я пользуюсь бесплатным проездом в Требусе. У меня льготы по электроэнергии и всем коммунальным услугам. Для пенсионеров льготы, во-первых, квартирная плата, во-вторых, проезд. Пользуются санаторно-курортным лечением мои знакомые, военные. В целом, утверждают эксперты, по числу льгот, предоставляемых населению, Приднестровье лидирует на всем постсоветском пространстве. Татьяна Коркина, Игорь Харламов. Первый Приднестровский телеканал.